Сегодняшний день был жарким, как и матч, все андердоги отправляются практически домой, насколько я понимаю, и было очень-очень-очень горячо. Было круто, мне понравилось, мы практически, по-моему, даже не перебивали друг друга, это такой, знаешь, это фактор, по которому можно оценить синергию с комментатором. Все прошло хорошо, все прошло гладко, нам даже просто подарили много эмоций на Дасте, достаточно веселая была игра, интересная, но, к сожалению, у ребят не получилось, ну, а работа я доволен. Видишь, даже сейчас дал ему выговориться и не перебивал, соответственно, все хорошо. Главное находить вот это взаимопонимание, и я думаю, у нас получилось. Ставки, к сожалению, сыграли все. Я очень не хотел, чтобы сыграла ставка на команду Виталити против Простого, но она тоже сыграла. Все фавориты выиграли, то есть ничего не произошло. Ну, я первый раз в этом году видел команду Ошер, она мне понравилась. Мне очень понравилась команда Виталити, которая набирает форму, то есть за последние три недели она только растет, я не вижу ничего в минус, то есть только вверх. Было бы неплохо, если бы кто-нибудь из группового этапа мог победить, но действительно очень хороший уровень игры, и единственное, что меня радует, это завтрашние полуфиналы, это будут крутые матчи, и вы должны это увидеть. Ну, действительно, сегодня понравилась команда HellRaisers, очень, опять-таки же, симпатично выглядели бразильцы, ну, видно нехватка опыта, и уровень команд пока что еще немного разный, но они действительно быстро развиваются, я думаю, вместе с второй, и мы увидим их еще неоднократно на каких-то топовых позициях. Ну, не предположение, это пожелание. Виталити, Ошер, хочу посмотреть этот финал. Все. Слушай, а ты можешь мне повторить? Вот то же самое только что сказали в аналитике, Виталити и Ошер, хороший матч, очень хочу, чтобы победили HellRaisers, буду переживать за Ами, но мы видим, какие крутые ребята из Виталити, и будет очень равная игра. Ну, наверное, три карты мы увидим. Это если они выйдут в финал. Да. То есть там пик как бы тоже непростые пацаны. Да. В турецкий спрей. Я могу залететь прямо в прямой эфир, и все нормально, мне никто ничего не сказал. Интересные пары, друзья, что я могу сказать. Приходите завтра на трансляцию, смотрите игры и получайте удовольствие от работы комментаторов и аналитиков. У меня есть один такой вот вопрос, ну, я не знаю, это, наверное, риторический вопрос, на который не надо отвечать, но у нас в полуфинале вышли, в полуфиналы вышли только сейные команды. То есть на протяжении трех предыдущих дней мы проводили упорные квалификации, групповые этапы, а в итоге мы получили… То есть ты понимаешь, насколько мы идеально распределили квоты? Даже не мы, а Дженни Хитрос. Вот он сделал всю работу с точки зрения, видишь, посева. Никто не оказался сильным. Просто без шансов, просто без шансов. Все четко. Самые сильные в полуфиналах, и это не может меня радовать. И завтра у нас биг дэй, как говорится. Завтра крутые команды, крутой финал, перформансы туха. В общем, оставайтесь с нами, дальше больше и больше турниров, и вообще все будет круто. В начале, конечно, было тяжело включиться, втянуться, но мне кажется, что со второго дня у нас уже все идет как по маслу. Я надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, этот видос вы сейчас смотрите на YouTube, ставьте лайки, подписывайтесь на канал WePlay, и вообще, всем па-па, в общем. Спасибо большое. Все, давайте, до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok